Алексей Смирняга! Вступать в заранее выигранный бой, это значит организовать взаимоотношения с людьми и их восприятие себя, структурировать их ожидания касательно себя. Таким образом, что они рады вас видеть, они встречают вас с удовольствием, с распростертыми объятиями, им сложно сдержать себя в необходимости вас обнять. Можно воспринимать это как метафору, вступать в заранее выигранный бой. Дракона тучи несут, и в зависимости от того, какая туча вокруг вас, если вас представить как дракона, это влияет на все. Какие у вас доспехи, это тоже метафора об этом. Что другие люди о вас знают, что они о вас читали, что они о вас смотрели, какие эмоции они переживают касательно вас. Вы же помните, что один человек взаимодействует не с другими реальными людьми, а со своими представлениями об этих людях. Поэтому как вы развиваете ваш личный бренд, какую историю о себе вы пишете, плетете ее подобно пауку, который аккуратно создает свою паутину. Это очень важно. Какая призма, которую вы создаете, сквозь которую воспринимают вас другие. Как и здесь. Смотрите, как радостно они встречают Алексея. Как сложно им сдержать себя в своих эмоциях. Да что бы он сейчас ни делал, они будут готовы нести его на своих руках. Алексей вступает здесь в заранее им выигранный бой. Этот бой, который он, в котором он одерживал победу многократно до. Благодаря своим усилиям, достижениям, успехам в этом пространстве, в котором обитают и эти комики. В медийном, комедийном пространстве. Заниматься развитием своего личного бренда, писать статьи, свои наблюдения, делиться своей экспертностью и своим профессионализмом, делать известным среди своего окружения то, чем вы занимаетесь профессионально и в чем развиваетесь, на сегодняшний день это не привилегия. Это необходимость. Кто этого не делает, того плавно вымывает история, как рисунки на песке смывают морские волны. Имейте это в виду. Не следует бояться осуждения ваших бывших одноклассников или коллег на работе. Чем бы вы не занимались, например, вы продавец, менеджер по продажам, или, например, вы слесарь или плитку кладете и производите ремонтные работы. Вы можете создавать фотографии результата вашего труда, ваши наблюдения, ваши мысли по поводу текущего положения на рынке ваших услуг, делать известным то, чем вы занимаетесь, делать известными ваши мысли по поводу вашего ремесла. То есть создавать эту тучу вокруг вас, и вы по центру этой тучи как дракон. И люди вокруг воспринимают вас именно сквозь призму этой тучи, которую вы вокруг себя плетете. Итак, вступать в заранее выигранный бой. Это значит причесать пространство таким образом заранее. Когда вы в него вступаете, участники этого пространства встречают вас с радостью, с объятиями и готовы следовать вашим командам. Мудрый полководец всегда вступает в заранее выигранный бой. И эта сцена приветствия – это прекрасная метафора этой мысли. О чем она для вас? Как вы можете развивать ваш личный бренд? Если от одной только мысли, что, например, вы публикуете в социальных сетях, ваши успехи, достижения, наблюдения и то, чем вы занимаетесь, у вас начинают потеть в ладошки, ладно, не публикуйте сегодня, не создавайте эти материалы сегодня, сделайте это завтра. И даже если ладошки ваши потеют, и волнительно от одной мысли, и вы думаете, а что же обо мне подумает моя сестра двоюродная, например, или мои бывшие одноклассники посмотрят этот текст, где я написал про то, как я сегодня с каким случаем на работе справился, и подумают, вот умный еще какие-то статьи пишет. Да какая разница, это не имеет никакого значения, что думают о вас другие. Самое главное – это то, что вы сами думаете о себе. Вы сами хозяин и автор, и причина всех следствий в своей жизни. Помните, это определение слова ответственность, поэтому вы сами создаете мир свой, в котором вы начало. И ваше ремесло, ваш профессионализм, почему бы не начинать плясать вокруг этого. Поэтому вступать в заранее выигранный бой, развивать свой личный бренд, создавать миф свой вокруг себя, например, делать известным свою деятельность. С этого можно начать, и о чем для вас эти мысли, и продвигаемся дальше. Алексей Смирнов – создатель шоу «Внутри Лапенко». Туча вокруг Алексея такова, что комики Тамби в данном случае сами хотят его приветствовать, подчеркнуть его ценность здесь. И даже если зрители не знают, кто к ним пришел, то Тамби испытывает искреннее желание зрителя с гостем познакомить. И подчеркнуть, и здесь важно не только то, что Тамби проговаривает, но то, что он проговаривает еще и между строк своей невербальной составляющей, эмоциональным отношением, как будто бы он с трепетом презентует здесь Алексея. То есть, смотрите, Алексею даже не было необходимости рот свой открыть. Он даже и говорить не начал. Как жадно его приветствовали объятиями и улыбками здесь. И как только он сел, Тамби его сразу презентует. Вступать в заранее выигранный бой. Работать только с подготовленной аудиторией. Не вертеть и не крутить бисером перед свиньями. Именно в такое пространство входить, где вы раскаленным ножом входите в теплое масло. Можно метафорично представить и так. Когда, например, вы проводите публичное выступление, и вы знаете, что участники этого выступления, они уже знают, кто вы. Они уже нас слышаны. Они уже извлекали пользу благодаря вашим книгам, статьям, вашим работам, вашим видео, например. И они готовы с вами взаимодействовать. И вы, взаимодействуя с ними, не наливаете в полный стакан. Вы работаете с открытыми ушами. И когда вы говорите, вас не только слушают, вас слышат. Вступать в заранее выигранный бой. Это, во-первых, это стратегический исключительно прием. И необходимо здесь в свои союзники взять время и пространство. И заранее организовать конфигурацию территории таким образом, чтобы это учитывать. Но кроме того, есть и тактические приемы. Не всегда есть такая возможность. Зачастую спикеру есть необходимость выступать перед холодной аудиторией, которая совершенно его не знает. Тогда приемы здесь могут быть другими. Например, когда спикер поприветствовал аудиторию и начинает со следующего. Уважаемые участники, коллеги, пожалуйста, называйте ваши вопросы, которые для вас важны. Я буду фиксировать их здесь, на флипчарте. И по ходу этого выступления мы будем обращаться к этим вопросам. Мне важно синхронизироваться с вами по целям. Рассказывайте, что вы хотите узнать в теме этого выступления. И таким образом этот выступающий, он делает вот что. Он манит как тигров с горы на равнину этих участников. То есть он приглашает их втягиваться, тянуться к себе, отвечать на его вопросы. И тем самым он фиксирует их внимание на себе и вызывает у них желание с собою сотрудничать. Это тоже можно использовать. Я сам зачастую, начиная выступление, с того, что задаю вопрос залу в зависимости от темы этого выступления. Ну, например, тема – это комфортные взаимоотношения с другими. И я могу спросить здесь. А когда мы берем эту тему о взаимоотношениях, то что для вас является важным сейчас? Сформулируйте ваши вопросы. Мне важно синхронизироваться с вами по целям. Я буду писать их вот сюда, на этот лист. И мы будем плавно по ходу выступления сегодня эти вопросы затрагивать в том числе. Потом можно обратиться к человеку, который внимательно на вас смотрит, и жестом пригласить его говорить. Скажите, что вас интересует в этой теме? И таким образом они начинают втягиваться, тянуться к вам, отвечать на ваши вопросы, следовать за вами и готовить себя к тому, чтобы слышать, когда слушают, и видеть, когда смотрят. Режиссер. Алексей выдерживает здесь силу молчания после того, как Тамби его презентовал. То есть он не считает нужным здесь заполнять вакуум своими словами, типа «Ой, Тамби, да брось! Ой, спасибо вам большое! Мне так приятно!» и прочее. Нет, он спокойно, уверенно сев здесь, выдерживает силу молчания, кладет свой зрительный контакт на Тамби внимательно. И благодаря тому, что эта тишина появилась, во-первых, это демонстрация силы Алексея, это во-первых. И во-вторых, Алексей Чербаков сейчас не может не начинать заполнять это пространство, эту тишину. То есть гость здесь, Алексей Смирняга, да, как они его назвали, он еще ничего не сказал, но уже ведет. И главный герой во всех... Алексей активно реагирует здесь на шутку. Он смеется, но выдерживает при этом зрительный контакт. То есть его смех не реакция, его смех это как и реакция, и стимул. Смотри, как я смеюсь на твою шутку, мой тезка, и продолжаю внимательно впиливаться в тебя взглядом своим, как бы ожидая тебя, но что ты еще скажешь дальше. Или после того, как ты пошутил, видишь, как я посмеялся, сейчас я пошучу и буду ожидать твоей реакции. То есть это как демонстрация контроля. Он как бы держит здесь захват. Он смехом своим демонстрирует реакцию на стимул Алексея Щербакова. А помните, любая реакция это следование командам. Команда это стимул, реакция это следование. То есть кто отбрасывает команду, тот является ведущим. Кто реагирует на эту команду, тот ведомый. И здесь важно этот танец еще соблюдать, чтобы не длительное время пребывать в ведомом состоянии, а немножко следовать команде другого, проявив уважение к Щербакову, что он пошутил здесь, в виде этого смеха, который демонстрирует здесь Смирнов. И он еще держит зрительный контакт. Это важно. То есть захват, зрительный контакт имеет важнейшее значение. Если человек опускает свои глазки, например, или не контролирует их, и они прыгают из одного угла в другой, то он в детском эгосостоянии пребывает и вызывает желание у другого человека с собою помыкать и себя вести. Имейте в виду. Тренировать свой зрительный контакт, выдерживать имеет важное значение. Что здесь делает Алексей Смирнов? Он смеется, да, он тем самым поддерживает Щербакова, но в то же время выдерживает зрительный контакт, когда смеется, тем самым демонстрируя свой контроль над происходящим. И он был внутри Лапенко. Причем внутри всех. Здесь, опираясь на первые ноты этой песни, уже становится понятно, как будет разворачиваться их взаимодействие в дальнейшем. Имейте в виду, первые самые секунды, самые красноречивые. Алексей еще рот здесь не открыл, но мы можем уже представить и предугадать, как будет разворачиваться взаимодействие здесь, между хозяевами этой территории, комиками и гостем Алексеем Смирновым. Хотя пока он здесь, это еще вопрос, кто здесь гость, а кто хозяин. И сейчас, обратите внимание, Алексей Щербаков пошутил, Алексей Смирнов посмеялся, выдерживает снова силу молчания, то есть не заполняет появившийся вакуум, и Тамби ничего не остается, как шутить начинать. Он шутит здесь, Тамби, не из позиции силы, потому что вовремя может, хочет, а из позиции слабости, чтобы, наконец, надрезать и надорвать эту тишину, которая давит на барабанные перепонки. Но главное, что молчание и тишину выдерживает Алексей. Сергей справа немного паник, он повстречался с уверенностью, которая всегда заставляла его чувствовать ранее, может быть, неловко. Немножко он смотрит на него и думает, чего же ты, значит, из этой семьи, и тебе повезло с мамой и папой, которые покупают тебе Дэнди и Сегу потом, а у меня этого нет. Может быть, в этих воспоминаниях сейчас Сергей пребывает паникший. Ничего, Сергей, мы тебя поддерживаем, все самым наилучшим образом есть и будет, поэтому только вперед. Далеко не у всех были Дэнди и Сега. Это как метафора я использую сейчас. Далеко не каждый взрослый, будучи ребенком, был достаточно долюблен. Это длительный путь, когда мы сами начинаем исцелять себе раны, расти и взрослеть. Иногда усыновляя себя самих и удочеряя себя самих. Так и проходил отбор братьев. Так, а подожди. Слушай, так может быть, может вы просто сразу отсосете ему уже. И здесь Алексей продолжает выдерживать силу молчания, не заставляет себя заполнять появившийся вакуум, то есть спокойно, уверенно сидит здесь и дает возможность комикам просто-напросто делать свою работу. То есть Алексей является источником стимулов, комики просто-напросто лишь реагируют. И таким образом ведущий Алексей здесь, комики за ним следуют. И Нурлану ничего не остается здесь, как проговорить то, что происходит здесь. То есть он, проговорив то, что здесь происходит, стремится таким образом вернуть себе положение ведущего. И еще важный момент. Обратите внимание на то, как Алексей выдерживает зрительный контакт лицом к лицу. Он не опускает свой взгляд, у него приподнят подбородок, он улыбается и прямо всмотрит. Это говорит о том, как бы бессознательно считывает других людей, что Алексей ничего не замышляет, ему можно доверять. У него нет запазухой каких-то тайн и скрытого оружия здесь, поэтому он нормальный. Да, имейте в виду, что тренировать свой зрительный контакт, пребывать лицом к лицу не только с людьми вокруг вас, но и с событиями в вашей жизни, это то, что развивать в себе является полезным. Когда вы не прячетесь, когда вы не убегаете, когда вы идете навстречу. И разойдемся. Чуть попозже, надо сказать, у вас же только начало. Не, у вас в целом, на самом деле, вот гость, когда идет на, что было дальше? Ну, у вас в целом, когда гость идет к вам на передачу, что было дальше, начинает оценивать происходящее здесь Алексей, и любая оценка протекает из родительского эго-состояния. И, конечно, не укладывается в картине мира здесь у комиков. Одно дело, когда приходит к ним в гости, например, какой-нибудь динозавр, и он имеет основание пребывать в родительском эго-состоянии. А другое дело, когда приходит к ним их сверстник и начинает оценивать происходящее здесь. Немного в картине мира их это не укладывается, но ничего страшного, совсем скоро следовать командам они начнут еще ярче. И здесь Нурлану ничего не остается, как перехватить инициативу и сказать, оцени, пожалуйста. Как будто это звучит, что Алексей то, что говорит, является не тем, что он и так собирался сказать, а он это говорит лишь потому, что Нурлан разрешил ему это сделать. А можно я вам вопрос задам? Смотрите, вот такой вот вопрос. А, Б, Ц, Д, Е задают вопрос спикеру. И здесь важно спикеру не сразу отвечать на этот вопрос, а дать подтверждение другому человеку, что вы вопрос его услышали, и разрешить ему этот вопрос задавать. Ага, хорошо, так, да, можете задавать вопросы, имейте в виду сейчас. Так, правильно ли я услышал, что вы сказали А, Б, Ц, Д, Е? То есть, таким образом, вы не позволяете собеседнику занимать родительское эго-состояние и оставляете его за собой. Потому что, если вы на сцене, вы выступаете перед аудиторией, вам крайне важно замечать, а вы сейчас ведете или ведомые. Если, будучи на сцене, вы ведомые, то, скорее всего, аудитория как можно быстрее испарится и доверять вашим словам не будет. Аудитории важно следовать за тем, кто выступает и держит, например, микрофон в руках своих. Следовать за ним. Он уверен в своих речах. Он знает, о чем он говорит. Он контролирует происходящее. И то же самое пытается сейчас сделать Нурлан. Да, оцени нас, пожалуйста. Уже после того, как свои оценки начал отвешивать здесь Алексеи. То есть, Нурлан пытается забрать инициативу здесь, понимая или, может быть, не понимая, но чувствуя, как ее утрачивает. Но ничего страшного, она в хороших руках. Не, у вас в целом, на самом деле, вот... Обратите внимание на жест, левой рукой который демонстрирует Алексей здесь. Он как бы колпаком накрывает происходящее, подразумевая себя сверху, а ребят наблюдая снизу. Оцени, пожалуйста. Опускает взгляд свой Алексей. Попробуйте вы сейчас опустить свой взгляд и попробуйте не начинать что-то вспоминать. Вы удивитесь, что опустив свой взгляд, вы начинаете что-то вспоминать. Какие-то воспоминания начинают нахлынуть на вас. Может быть, связанные с погодой сегодня за окном или темой, которую мы здесь раскрываем. Или себя вы, например, вспоминаете в похожей ситуации, когда что-то кто-то другой говорил, и вы просто опустив свой взгляд, начинали представлять, исследовать словам другого и речам его, заполняя своим смыслом, те звуковые волны, которые проговаривает собеседник. Опускает свой взгляд здесь Алексей. И этим самым я показываю. Это маленькая такая деталь, которая может подтвердить верность, гипотез, которые звучали выше. Где своим жестом Алексей здесь, речами своими здесь, положением в социальной матрице здесь, уверенностью здесь. Он плавно окутывает детским эго-состоянием комиков здесь. И Алексей уносит себя в какие-то вспоминания. Но ничего он сейчас вспомнит, где он и когда поднимет взгляд и продолжит быть уже не Лешенькой, а Алексеем Щербаковым. Что было дальше? Ну, вот мне кажется. Это сравнимо с тем, что ты просто заходишь в квартиру. Фраза «мне кажется» — это амортизация, чтобы не давать оснований никому из здесь сидящих сказать. Но у других гостей другая точка зрения по поводу происходящего здесь. И поэтому, чтобы заранее предутилизировать это сопротивление, то есть предутилизация — это заранее стелить солому там, где есть вероятность упасть. Имейте это в виду. Что здесь делает Алексей? Мне кажется, добавляет. Кроме того, он сейчас будет в деталях очень красочно и ярко проговаривать свои впечатления от присутствия здесь. Сразу таким образом он ловит двух зайцев. Первый заяц — это он в деталях, проговаривая свои впечатления, не может не вызывать соответствующие образы в воображении у комиков. Они начинают представлять, как он голый заходит в комнату, где сидят борцы, смотрят на него, поигрывая своими мускулами. То есть здесь Алексей проговаривает, насколько незащищенным он себя чувствует. Это первая, значит, задача. Первый заяц, которого ловит Алексей, это и метафорой, этими историями, как он себя чувствует, когда сюда приходит. Он запускает образы в воображении комиков, а раз они образы начинают порождать, а человек не может не порождать образы, в зависимости от того, какие звуковые волны из уст другого он слышит. Если я скажу вам, например, детский садик, осень, тихий час. То есть здесь и детский садик, и осень, и тихий час, эти слова, как пустые рамки, начинают требовать от вас необходимости заполнять эти рамки вашим смыслом, окрашивать эти черно-белые рисунки вашими цветами. И поэтому здесь этой красочной историей Алексей запускает в воображении у комиков необходимость эти образы создавать и дополнять. Это первый заяц. То есть первая задача, которую он таким образом выполняет. И вторая задача. Он здесь делает известным для них, как он волнуется. Это позиция силы. То есть он рассказывает им, что я знал, куда шел, поэтому, ребята, вы можете быть спокойны, просто можете на мне косточки на косточке не оставить, можете меня растерзать, как вы это можете сделать. То есть этой историей, во-первых, он проговаривает свое внутреннее состояние здесь. А вы знаете, даже если вы не волнуетесь, но на сцене вы можете сказать, мне так волнительно выступать перед вами, мои уважаемые зрители. И я чувствую, знаете, воодушевление и вдохновение, и большое волнение, потому что мне так важно поделиться с вами вот этой темой нашего выступления сегодня и приемами, которые могут быть для вас полезными. То есть это прием, когда человек вербализует и проговаривает свое внутреннее состояние. Да, конечно, очень хорошо, когда оно соответствует действительности, и он реально переживает эти чувства, но зачастую человек использует это как прием, ничего не чувствуя, проговаривает свои чувства, а зрители уже не могут не следовать. За его командами они очаровываются, да, то есть чары на себя накладывают в результате этих заклинаний, которые со сцены произносятся. Итак, второй заяц Алексей, которого ловит сейчас здесь, проговаривает свое внутреннее состояние и волнение здесь, и третий заяц, все-таки их три, он этой историей разрешает комикам шутить. А вы наверняка знаете, разрешить равно запретить. Если вы что-то человеку другому разрешаете, например, вы разрешаете ему отказаться от вашего предложения, и вы говорите ему, вы знаете, я вам сейчас расскажу преимущества этого телефона, но покупать его или нет, решайте вы сами. Если вы его не купите, я вас полностью в этом поддержу, решение за вами, просто скажите мне нет. Хорошо? То есть таким образом, вы разрешая другому человеку сказать вам нет, во-первых, не заставляете его говорить вам нет, а во-вторых, вы соблазняете, искушаете его сказать вам да. Итак, три зайца, которых ловит сейчас этим повествованием Алексей, вызывает образы воображения у комиков, приучая их еще сильнее следовать за его командами. Раз, два. Он таким образом вербализует свое внутреннее состояние и волнение, вызывая желание у комиков о себе еще в большей степени позаботиться и нести его на своих руках. Это два. И третий момент здесь. Он этой историей разрешает комикам над собой шутить, а разрешая им это делать, он немножечко стачивает им зубки. Где борцы сидят, пять борцов и палки, на которые привязаны спецназовцы. Все, что бы ты ни делал у вас в передаче, это обречено. Можно, я видел там люди, а многие, прикинь, на самом деле, улетят. Есть начало, ну, в его сознании, есть начало, когда он начинает историю. И здесь Алексей оценивает работу комиков, общаясь с Нурланом. Смотри, Нурлан, у тебя Алексей Шербаков здесь работает. Обрати внимание, как обстоят дела у него на самом деле. Он ничего не помнит, что происходит, помнит только начало и конец. Здесь тема заключается в том, что Алексей оценивает происходящее. Он ставит оценки в дневник этим комикам. Как бы между строк мы можем здесь прочесть. Он родитель, а не дети. В каждый момент времени человек пребывает в одном из трех эго-состояний. Он или родитель, и, как правило, его риторика оценивает происходящее, оценивает других и говорит в языке «надо, должен, обязан, необходимо». Он или взрослый и говорит в языке «целесообразно выбираю». Или он ребенок, и он лишь чувствует, смущается, смотрит вниз, например, и не может себя найти здесь на месте. Или просто спонтанно смеется и получает удовольствие от происходящего. То, в каком из эго-состояний пребывает человек, зависит не только от его контроля себя, познай себя, обуздай себя в первую очередь, но и во многом это зависит от того, а где он находится, в какой ситуации, и кто перед ним, и кто сильнее в этом поединке за пребывание в том или ином эго-состоянии. Если у человека хорошо оттренировано детское эго-состояние, то ему очень легко вызывать необходимость у других, о себе позаботиться, проявлять жалость к себе, например. Если у него родительское эго-состояние оттренировано, то ему легко вешать оценки, занимать руководящее положение здесь и говорить всем, как надо. А если взрослые, то он вступает в кооперацию, во взаимодействие и создает структуру, правила и нормы здесь, учитывая интересы свои и интересы других. Это, конечно, недоскональное представление сейчас эго-состояний, но опираясь на именно практическую составляющую, в пространстве изучения этого материала этого достаточно. Что важно понять? Алексей оценивает работу комиков и ставит в их дневники оценки. Он говорит, что у Алексея происходит на самом деле. То есть Алексей, он лучше всех знает, что у Алексея Щербакова происходит на самом деле. И он говорит об Алексея Щербакове Нурвану как старшему здесь. Типа, Нурван, смотри, какие твои сыны на самом деле. Сейчас я тебе расскажу. Потом Леха ничего не помнит, что он делал. И в конце просто ему говорят, ты молодец. Так мне... И все, что это уже не Леха. Мне сказали... Вы дадите себе письки облизывать, это не он. И Алексей сейчас, как нашкодивший школьник. Обратите внимание, это необычно наблюдать, что он не может перебить своего собеседника. Это необычно наблюдать, что Алексей Щербаков замолкает, когда собеседник продолжает говорить. Как вы думаете, в каком сейчас возрасте находится Алексей Щербаков? В психологическом в первую очередь. Наверное, ему сейчас класс шестой или пятый, где он немного оправдывается перед своей мамой, которая узнала от учительницы по математике. Так, если это пятый, шестой класс, да, от учительницы по математике, что Алексей не делает домашние задания. То есть, смотрите, человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. У него есть иллюзия, что он общается с другими людьми, но, как правило, он общается со своими воспоминаниями, переносами, в том числе, образами, которые в голове у него выгравированы на внутренней стенке черепа зачастую. То есть, смотрите, он мало того, что не может перебить, так Алексей еще сам замолкает и ждет, когда же Алексей Смирнов договорит. Давайте, чтобы не путаться, буду называть здесь их по фамилиям Щербаков и Смирнов. Итак, Щербаков не может перебить Смирнова. И, кроме того, Щербаков здесь замолкает, когда Смирнов продолжает говорить. Как это на него не похоже здесь? Почему это так происходит? Чем это обусловлено? Выше мы с вами отмечали. Капля за каплей хозяйское, родительское положение здесь Смирнов занимает. И может себе позволить на достаточно твердый фундамент, судя по всему, опирается ввиду своего профессионализма в этом ремесле. И здесь, судя по всему, комики в действительности чувствуют уважение по отношению к нему, как к, может быть, старшему брату. Я за все время только один выпуск пропустил с Нелетто. Меня не было, я отдыхал. И Щербаков подхватывает эту тему. Он действительно сейчас в шестом классе. Присматривайтесь к нему. Он оправдываться и извиняться начинает. И представьте, какова была вероятность того, что он начнет извиняться за свои проявления с каким-то из гостей. Но это сейчас он делает. Он извиняется, исповедуется здесь. Вы меня простите, пожалуйста, я действительно был неправ в выпуске с Нелетто. Только, пожалуйста, перестаньте продолжать меня ругать. Это здесь сейчас и происходит. Он да, он какой-то, я вообще говорю, ты можешь подменить? Он вроде как... Не, короче, давайте все, как будто мы его не знаем. В шестом классе Алексею менее комфортно, чем сейчас. И как защитная реакция. Так, товарищи, давайте проснемся, щипнем себя за правое бедро и как будто бы мы не знаем Алексея Смирнова, начнем нормально делать свою работу. А то я уже чувствую запах чернил на страницах своего дневника от красной ручки. Вы же помните, она по-другому пахнет. Вы своим юмористам, конькам друзьям жопу лезвайте. Вот, опять, смотри, мне кажется, вам вообще не надо обращать внимание ни на комментаторов. Во-первых, как быстро совершает он захват, сечет поляну и раз Рустам здесь цитирует популярные комментарии к этим выпускам, то он сразу начинает это дело комментировать. И кроме того, уже он дает рекомендации здесь всей этой команде, всей этой компании, всей этой передачи. То есть, он говорит им теперь, как им делать надо и как им делать не надо. То есть, это важно. Он чувствует уверенность в том, что может рекомендовать им что-то делать и что-то не делать. Как делать надо, как не надо. Это в том числе говорит нам о том, что да, он родитель, они дети, они запрашивают у него совета. И их взаимодействие здесь это серия дополняющих транзакций из родительского эго-состояния Алексея Смирнова в детское эго-состояние комиков, сидящих здесь. И жесты, соответствующие здесь, использование своей руки и своей ладони как посоха, как некой палки. И сейчас я покажу вам, как правильно, слушайте меня внимательно, вот так правильно, как артефакт волшебный в своих руках, посох, в общем, палка, скипетр, здесь уместно. Как правило, это жесты родителя. Зачастую ему и указательного пальца, ведущей руки достаточно, которым он трясет, недалеко от своего подбородка, показывая, ну надо так делать, не надо так делать. Вы росли на мне, а я теперь расту на вас, понимаете? Алексей прекрасно понимает, как важно дать малышам почувствовать себя победителями. Почувствовать себя победителями. Вы росли на мне, а теперь я расту на вас. Почувствуйте себя победителями. О, как хорошо вы умеете из конструктора детали разные собирать и разные машинки. Мне можно у тебя учиться, может сказать взрослый человек совсем маленькому малышу. И здесь малыш может почувствовать себя победителем, что он такой молодец. И он может всю жизнь в дальнейшем помнить потом эти слова, которые будут оказывать большое влияние на сценарий жизни этого малыша. Имейте в виду, очень важно дать возможность собеседнику чувствовать себя победителем рядом с вами и вообще. Ведь зачастую эти теплые слова могут быть путеводной звездой в его жизни. Поэтому обратите внимание, что вы вговариваете в других людей, когда вы с ними разговариваете. Эээ... История. Шо? Эээ... Подвис Нурлан здесь и как Смирнов перехватывает инициативу. Так, историю, да, рассказываем? Хорошо, поехали. Это тоже маленькая деталь, которая иллюстрирует контроль в руках Алексея Смирнова. Договориться. Лёх, длинная история. Да, ну, давайте сделаем длинную. Да, давайте сделаем длинную. Можем сделать короткую, может сделать длинную. Вы что выбираете, ребята? Какую, длинную или короткую? Вот на ваш взгляд, вы бы как хотели, чтобы было. Мне важно, чтобы и вам было комфортно, и мне было комфортно. Какую, длинную или короткую, буду рассказывать я вам. Что выбираете? Запомните, кто задает вопросы, тот всегда управляет коммуникацией. Здесь не имеет никакого значения, каков ответ на этот вопрос Алексея. Длинная это или история будет, или короткая? А сам вопрос, красноречив, что я рассказываю вам такую историю, которую вы сами попросили меня рассказывать. Малыши, так уж и быть. Просили меня рассказать вам сказки про динозавриков. Вот и расскажу, так уж и быть. А вам длинную или короткую? Длинную, да? Ну давайте, длинную сейчас расскажу. Да, и так история. Попытки Нурлана здесь перехватить инициативу, примерно то же самое мы наблюдали выше, когда Смирнов начал оценивать происходящее, и Нурлан, чтобы не утрачивать инициативу из своих рук, сказал, ладно, давай оценивай нас. И так и здесь. Алексей Смирнов и так собирался рассказывать уже свою историю, и Нурлан здесь пытается удержать инициативу в своих руках. Итак, Алексей, давай рассказывай историю. То есть, это важно наблюдать и видеть. Благо, здесь взаимодействие ребята позитивно по отношению друг к другу настроены. И здесь это можно видеть и извлекать для себя, препарируя этот материал. А какие полезные гипотезы вы можете извлечь, чтобы в вашу жизнь прекрасную добавить? Тренируя не только вашу наблюдательность, но еще и ваши навыки взаимодействия с другим человеком в индивидуальном формате или на публичном выступлении. Ведь человек, животное стайное, живет в океане коммуникации. В зависимости от того, как речью своей вы владеете, как вы контролируете себя, происходящее, это сильно влияет на то, какое положение в социальной иерархии вы занимаете. Да и вообще, важно в этом деле себя качать. Кстати, если вам стало интересно, а чей-то голос звучит за кадром, то приятно познакомиться. Меня зовут Альберт Сафин. Я автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно и действовать точно. Это те материи, мышцы, качать которые бывает полезно для решения ваших личных и профессиональных задач. Если вы проживаете в Санкт-Петербурге, в нашем прекрасном городе, то знаете, что у вас есть возможность обучения у меня на курсе в очном и долгосрочном формате. Мои контакты легко найти. Если вы живете в любом другом городе, то имейте в виду возможность вашего индивидуального взаимодействия со мной для решения ваших профессиональных и личных задач. И я думаю, что стратегически мыслить может быть для вас полезно, а как это делать и что развивать в зависимости от ваших актуальных задач. Я вам расскажу подробнее, когда вы со мною свяжетесь в удобное для вас время. И кроме того, третье, чем я могу быть для вас полезным, это создание и строительство корпоративного университета в пространстве вашей компании, обучение ваших сотрудников, то есть ведение курса стратегического мышления в пространстве вашей компании. Здесь тоже город не имеет значения, есть возможность всегда у меня выезжать в пространство заказчика, в командировку так называемую и учебные занятия вести. То есть имейте в виду и такую возможность. А мы тем временем двигаемся дальше. Тогда получится доебаться до нее. Давай попробуем. Хорошо. Есть такое. Короче. Не до тебя, Алексей Смирнов, а до нее, той истории, которую ты нам рассказываешь. Это важная тема. То есть смотрите, фиксирует внимание комиков здесь Алексей Смирнов не на себя, а на историю. И это подготовительная работа, которую выше он совершал для этого. он произвел мастерски, на мой взгляд. То есть удары комиков теперь не будут направлены на Алексея Смирнова. Они, если и будут, то будут направлены исключительно на историю. Есть Алексей Смирнов, есть история. Он отчуждает ее от себя. Он ее диссоциирует от себя. Он отделяет ее от себя. Он не спаривает себя с ней здесь. Он отрезает ее от себя. Поэтому какую вам историю рассказать? Длинную или короткую? Ладно, расскажу длинную. Да, отлично, говорит Чербаков. Тогда у нас будет возможность докапываться до этой длинной истории, но не до тебя. Потому что ты-то наш союзник, наш друг уже, наш родитель, в конце концов, свой человек. И мы сами будем готовы служить тебе. А вот история, до нее будем и докапываться много. Ты уж на нас не обижайся. Хорошо, вот до истории будем, а до тебя не будем. Ты наш друг, а история, ну как посмотрим. Да, хорошо, вы можете это делать, я вам разрешаю. История вам на растерзании, в конце концов. Можете делать все, что угодно, что посчитаете нужным. малыши. Итак, история. Вот такая подготовительная работа к самому моменту, когда Алексей Смирнов начинает рассказывать историю, он выше произвел. Вы можете задаться вопросом здесь, Альберт, а он это делает как? Специально, что ли, сознательно? Он что, сечет поляну и контролирует каждый свой шаг? Я скажу, нет. Новая идея слабее, старых привычек, во-первых, помните, а человек это совокупность его привычек, его рефлексов, понимаете, его навыков тоже. Кстати, отличие навыка от привычки, что навык человек может включать сознательно, использовать его в какой-то момент времени или не использовать, а привычка это то, что человеком владеет. Если человек владеет навыком, то привычка владеет человеком, поэтому имейте в виду это. Так вот, сознательно или нет, я приведу следующую метафору. Давайте представим скейтбордиста здесь, он сознательно выполняет свои трюки, он же не думает о том, сейчас я подниму значит на 2 сантиметра пяточку своей левой ножки, 2 ньютона силой нажму значит носочком своей правой ножки, немножко смещу на полтора сантиметра свое тело правее, ну конечно так не происходит, а как он выполняет свой трюк? Именно, вы абсолютно правы, он делает это бессознательно, здесь как бы навык, его тело само выполняет этот трюк, примерно вы сейчас сидите наверняка, вы в сидячем положении, а может быть вы прослушиваете это видео, этот разбор, и в стоячем положении идете куда-то, скорее всего вы сидите, но вы сидите, вы же не задумываетесь как сидеть, вы обучили ваше тело сидеть, когда-то вам было очень сложно этому учиться, когда вы были совсем малышом, вы испытывали сознательное усилие, чтобы приучать себя держать вашу головку, потом сидеть, ползать, ходить и так далее, сейчас вы можете это делать не задумываясь, как и здесь Алексей Смирнов, ему нет необходимости задумываться и просчитывать каждый ход, может быть перед началом записи он напомнил себе, что так, со мной все в порядке, с ребятами все в порядке, я уже победил, я пришел сюда отлично провести время, я помню, что это шоу, может быть напомнил, как заклинание, которое на себя он наложил здесь, позитивное, а далее это просто танец, это сон, и помните, такую импровизацию может позволить себе тот, кто ранее достаточно долго тренировался, зачастую обыватель, наблюдая игру мастера, думает, что вот мастеру повезло, наверное, правильным молоком в детстве пытался, питался, то есть, вы имейте ввиду, что любой мастер, это всегда за его плечами тысячи и тысячи и тысячи часов тренировок, выступлений, выполнения тренировочных упражнений, именно поэтому, кстати, мой курс еще и полон тренировочных упражнений, новая идея слабее, старых и зачастую даже достаточно сложных упражнений, чтобы человек тренируясь обрастал новым навыком. Одно из таких упражнений, например, которое можно делать самостоятельно, я приглашаю обратить ваше внимание на него, это следить за своим зрительным контактом, когда глядя в одну точку, вы считаете от 1 до 100 и от 100 до 1 и в дальнейшем в речи с другим человеком, вы даже когда что-то придумываете или вспоминаете, вы следите за тем, чтобы ваши глазки не бегали хаотично, это не глаза ваши управляют вами, это вы управляете вашими глазами. Владеет ли своим зрительным контактом здесь Алексей Смирнов? Конечно. Он даже когда смеялся, выдерживал пристальный зрительный контакт на Алексея Щербакова в самом начале. Можно ли этому учиться? Можно. Простейшие упражнения счет от 1 до 100 от 100 назад, глядя в одну точку на стене и так хотя бы один раз в день делать и вы заметите, что вы начнете управлять вашим зрительным контактом. Новая идея слабее старых привычек недостаточно знать, надо делать и едем дальше. Ну это, например. Что он нахуй? Когда? Это было, например, да. Не, мне насрать, если что, я когда спрашиваю, это не значит, что мне интересно. Да, в шутливой форме, но тем не менее, что сейчас Смирнов сказал Шербакову? Ты меня не перебивай и вопросики свои не задавай. И обратите внимание на то, что Шербаков после этого даже стал оправдываться. Да, вы, пожалуйста, не обращайте внимания, что я свои вопросы глупые задаю, мне на самом деле как-то это само. Вы уж меня, пожалуйста, извините. То есть здесь, да, в этой форме, как это прозвучало, но звучало между строк именно это послание. Во-первых, Шербаков, ты меня не перебивай, вопросы свои не задавай. И во-вторых, ответ от Шербакова. Ой, вы меня извините, я больше так делать не буду. Да ко мне насрать, я тебе отвечаю. А, давай, это не важно. Ну, где-то апрель. Этого года. Ну, Каждый бы так отвечал. Вот, вот, эталон. Хули-ля-ля-ля-ля. Зрительный контакт Смирнов выдерживает. На это обращайте внимание. Даже когда он смеется над шутками, которые здесь шутят комики, он продолжает пристально, зрительным контактом их контролировать и вглядываться в их глаза, что это они опускают свой взгляд здесь. То есть улыбкой на своем лице и смехом он показывает, молодец, хорошо пошутил, но взглядом показывает, что, ну, ты же понимаешь, что главный здесь я. Я Вассерман взбесил, блядь, савдите. И это важный жест. Обратите внимание, здесь Щербаков жалуется, что когда в гостях был Вассерман, он игнорировал Щербакова и как танк ехал, рассказывая свою историю. Щербаков это и подчеркивает здесь, что подчеркивает, что он сейчас в шестом классе и просит поддержки у старших. Ну, пожалейте меня, пожалуйста. Смотрите, как когда-то Вассерман меня обидел в конце концов. Неужели вы меня не поддержите? Ну, пожалуйста, поддержите. Ходит Невский экспресс и это, вы знаете, кто ездил на Невском экспрессе? Там сидишь друг напротив друга. По ходу повествования не будет лишним задавать здесь различные вопросы, чтобы держать в тонусе тех, кто того, кто историю рассказывает, слушают. Это имейте в виду. Здесь не важно, кто из них ездил на этом Невском экспрессе. А тема в том, что так, ездил как-то я на этом Невском экспрессе. Поднимите руки, кто ездил на Невском экспрессе, чтобы слушателей в тонусе держать и приучать их реагировать на ваши стимулы. Дрессировочка это еще называется. Я не был в пункте. Не, 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 секундочку, секундочку, а зачем ты... Как означать этот жест? Я бы означил его как отсутствие страха перед тактильным контактом, что я вас не боюсь, готов потрогать. Иди ко мне, давай, иди ко мне. Если будет необходимо, я и съесть готов не только твою руку, но и тебя полностью. И никакого сексуального подтекста здесь нет. Именно в первую очередь демонстрация отсутствия страха тактильного контакта. Вряд ли он сознательно это сделал, потянувся к руке, как будто бы стремясь ее поцеловать. Это больше, что иди сюда, я готов вас всех обнять, вы как будто мои дети. Такое отношение родителя к ребенку, когда он готов его обнимать, ласкать, тискать, целовать, гладить, подчеркивать малышу, какой он молодец, как рад, что ты у меня есть. Такое своего рода, будто бы этот жест просто в другом виде здесь прозвучал, на мой взгляд. То есть принятие и поддержка здесь. Иди сюда, Нурлан, я тебя и обниму. Как правило, чем товарищи ближе друг к другу являются, тем больше они друг друга трогают, обнимаются при встрече, у них крепкое рукопожатие. То есть это тактильное соприкосновение имеет важное значение, которое здесь и выражается через этот жест с правой рукой Нурлана, которую теплым хватом охватил сейчас Смирнов. Когда продолжай давайте говорим. И снова Алексей выдерживает тишину, он никак не оправдывается, никак не объясняет, ничего не говорит. Он просто излучает здесь любовь, поддержку, принятие. И, конечно, здесь комикам очень комфортно пребывать в этом детском эго-состоянии и рядом с таким заботливым родителем, полным любви и заботы. И это важная составляющая. Даже если мы возьмем публичное выступление, то следует задаться вопросом, а вот этот человек, он из-за изобилия или из дефицита выступает? Потому что можно каждого выступающего как бы делить на две категории можно. Один говорит из дефицита, чтобы такое мне им рассказать, чтобы по счетам платить нечем, козлы эти, надо перед ними кривляться. И за такими людьми нет желания следовать, а если кто-то за ними следует, то в силу своих каких-то проблем психологических, на мой взгляд. Потому что такие выступающие внушают позицию, что с вами все не в порядке и вы должны меня слушать, чтобы обрести надежду на лучшую жизнь. И это позиция из дефицита. Либо позиция из изобилия, которую победил, у него уже в порядке. Он не пришел в эту передачу, чтобы заработать очки своей популярности. У него нет в этом необходимости. Он уже победитель. То есть это позиция изобилия, когда вы знаете, что в любом случае вы уже победили. У вас нет необходимости на кого-то впечатление производить. У вас уже все в порядке и все под контролем. И вы излучаете это изобилие, эту заботу, эту любовь, можно это так сказать здесь. И вас нет необходимости оправдываться, что-то объяснять, и тогда люди за вами следуют. Они хотят этого тепла от всей души, по-настоящему. И вот таким образом я означиваю сейчас этот жест здесь. И вообще эту энергию, которая красной нитью проходит сквозь этот теплый выпуск. И излучать это тепло, эту любовь долюбленному ребенку, конечно, гораздо проще, чем тому ребенку, у которого любви и заботы по отношению к нему было в дефиците. Поэтому имейте ввиду, что на данный момент это задача каждого человека в отдельности, взяв ответственность за свою жизнь и считать себя причиной всех следствий в ней, организовать свою жизнь для себя самым комфортным, честным, добрым, скажем здесь образом, взаимодействия с собою и с другими, заниматься любимым делом и наблюдать результаты своей деятельностью и приумножать уважение к себе и уверенность и тепло. Это энергия позитивная, которая читается от Алексея здесь в каждом жесте. Как громко смеется здесь Сергей, это как попытка обратить на себя внимание. Может быть, свет этой заботы и любви здесь настолько сильно слепит глаза, чтобы хоть как-то поддержать разговор и почувствовать себя здесь не чужим на этом празднике жизни, а скорее всего ощущение себя чужим в каждом событии, как на чужом празднике жизни. Это то внутреннее состояние, которое, конечно, многим из нас знакомо, но, к сожалению, оно может быть очень знакомо Сергею, судя по данным проявлениям. И я надеюсь, что все самым наилучшим образом будет складываться у Сергея и в этой передаче и за ее пределами хотя по знакам судя по всему можно сказать, что скоро он оставит участие в этой передаче за своими плечами в своем прошлом своей личной истории и будет открывать себя в новых прекрасных вдохновляющих проектах. Здесь этот смех да, очень громкий, громче гораздо, чем обычно Сергей смеется, чтобы хотя бы таким образом компенсировать такой дефицит слов, который из его уст выходит, как бы на себя внимание обратить. Ребята, я с вами, смотрите, я смеюсь хотя бы. Зрительный контакт здесь Сергея с улыбкой с Тамби, Сергей даже кивнул, Тамби это или не заметил, или не захотел замечать, продолжая вести коммуникацию здесь с Щербаковым или Рустамом и потом повернувшись к Алексею Смирнову, это я сейчас к тому, какова, наверное, сейчас глубина одиночества, в которой пребывает Сергей именно в этом моменте, чувствуя себя чужим на этом празднике жизни. Гость настолько ярок, что эта амплитуда слишком гигантская между гостем и эмоциональным состоянием Сергея. У человека, который нашел себя чужим на празднике жизни и чувствует себя некомфортно, у него есть несколько вариантов действий и мышления. Первый вариант действия – это обесценивать все происходящее и говорить всем, да вы идиоты, вы ничего не понимаете, вы кривляетесь, вы все притворяетесь, это на самом деле все не так, это не так весело, это все гораздо хуже, чем вы думаете, я не понимаю, как вы так живете, пошли вы вон отсюда и я ухожу. То есть своего рода обесценивать происходящее, пытаясь себя защитить от возможности соприкоснуться с этой близостью праздника. Это один из вариантов, да, как защита хитиновый покрой свой в виде шипов усиливать. Другой вариант здесь, который тоже бывает зачастую человек может использовать и тренируя, практикуя, который человек может перестать чувствовать себя чужима. Это выразить уважение, благодарность, весело тут у вас, классно шутишь, давайте дальше. Честно, даже не знаю, что мне сказать на это, просто мне весело и хорошо с вами вместе время проводить, давайте двигаться дальше. То есть тренировать свою способность видеть других людей, когда вы на них смотрите окейными, людьми, у которых все в порядке, у них все хорошо, и с вами все в порядке, и все хорошо. И всякие мысли бывают, просто помните, что вы не есть ваши мысли, вы тот, кто думает ваши мысли. Вы можете быть наблюдающим за собой, как бы со стороны, и быть не тем, кто находится в системе своего организма и окружен его стенами, который заставляет себя чувствовать то, что чувствует он в силу своих привычек, воспоминаний, ассоциаций, рефлексов. А вы можете быть тем, кто наблюдает за собой со стороны и думает, а как я выбираю проявляться сейчас, и какие новые пути я выбираю для себя порождать, какие возможности для меня это откроет, и как я выбираю видеть и себя, и другого человека в порядке, даже если весь опыт за плечами намекает мне об обратном. Я же могу начать иначе, ведь постоянство иллюзорно, изменения только, только изменения реальны. О чем это для вас? Передану, так. Блин, я вспомнил историю, когда меня чувак поднимал ночью вместе с полкой. Еще какой важный момент, смотрите, то, что сказал сейчас Тамби, никакого отношения к истории Смирнова не имеет, но Смирнов не заставляет себя сказать Тамби, да нет, это все было не так, ты сейчас путаешь, все было совсем по-другому, он дает пространство для дыхания этим комикам, чтобы они не добавляли, он не считает нужным их поправлять, но шутите, шутите, это во-первых, то есть он не поправляет комиков, не оправдывается перед ними и не пытается изменить их слова, что этого не было в истории и прочее. Далее, какой важный момент здесь, смотрите, он легко переключается на другие истории, и кстати, я сейчас вспомнил насчет этой темы, что было вот так, он не заставляет себя как можно быстрее свою историю рассказать, потому что он знает, что время является его союзником, но противником Нурлана и комиков. Если у Нурлана и комиков есть формат, в который они должны вписываться, ну, они не могут позволить себе сделать трехчасовой выпуск, например, они заставляют себя вписываться в формат, частью которого являются сами здесь, то у Смирнова такого формата и задачи нет, и поэтому он легко переключается, тем самым вызывая желание у комиков держать его и упрашивать его продолжать все-таки свою историю рассказать до конца. Это важный момент, всегда задавайтесь вопросом, а время и пространство сейчас, они ваши союзники или ваши противники? Вот если вы вовремя посеяли, например, семена, чтобы собрать чуть позже урожай, то время получается ваш союзник, а если вы медлите и уже лето наступило, да, например, а уже осень, а вы так и не посеяли картошку, то время ваш противник и может настать такой момент, что вы ее посеете, она и не вырастет, поэтому всему свое время и всегда нужно отдавать себе отчет в том, а в какой позиции вы находитесь, где время владеет вами или время это то, чем владеете вы, то есть вы владеете временем. И смотрите, как телесно Нурланд тянется к Алексею, то есть ему комфортно, он чувствует тепло и заботу, и ему хочется тянуться к Алексею, обнять Алексея ему хочется. Конечно, было бы странно, если бы они сейчас встали, здесь бы и обнялись, но тем не менее он хотя бы использует эту шутку, чтобы просмеяться и тем самым телесно подвинуться к Алексею поближе. То есть это тоже знак, когда вы, вы можете, знаете, наблюдая за общением двух людей друг с другом, вы можете даже выключить звук здесь и не имеет даже никакого значения, что они там говорят с точки зрения, да, содержания. Обратите внимание, как работает их тело. Они друг друга избегают тактильно, либо они тянутся друг к другу. Это очень важно, и зачастую это более красноречиво, чем любые слова. Эти древние невербальные сигналы, которые гораздо древнее наших слов. Вот чтобы вы понимали, на фоне нашего с вами филогенеза, когда появились слова или даже осмысленная речь, буквально мгновение назад, а на фоне нашей истории, нашего вида, например, или даже если возьмем не только нашего вида, а вообще нас, млекопитающих, как класс, то мы увидим, что невербальная составляющая, телесный, тактильный контакт, это вещи гораздо более древние, чем осмысленная вербальная речь. Помните об этом. Поэтому наблюдать за движением тела, наблюдать и отдавать себе отчет в том, как вы движетесь, например, если у вас выступление не будет лишним, пройтись по сцене, занимать ее пространство, быть внимательным к своим жестам, к движению своих глаз, к положению вашего подбородка, к вашему голосу, какие жесты, вы вашими жестами как будто бы обнимаете вашу аудиторию, даете ей возможность чувствовать тепло от вас, вашу заботу, что вызывают у них желание за вами следовать. Вот я сейчас говорю про тепло и заботу, и у меня левая рука тянется к моей груди, и вы можете услышать этот звук, да, от прикосновения ладони левой руки к футболке. То есть, и примерно такое же теплое ощущение должны вызывать ваши слова, когда вы взаимодействуете с другим человеком. Имейте в виду, забота, тепло, это условие, благодаря которым рождается человек, а рептилия засыпает. Потом раскрываю курицу, перну. Смех, удерживая зрительный контакт, снова мы здесь наблюдаем. Я думаю, вы уже запомнили, как это важно. Имейте в виду, такой маневр может быть иногда полезным. Зрительный контакт позволяет вам не утрачивать контроль над происходящим. Контролируйте движение ваших глаз, контролируйте себя. А что там ты делал? Я писал, по-моему. Чего? Там номера, что ли такое. Просто номера какие-то на бум. Шутку, которая летит в его адрес по поводу того, что ты там делал, писал номера, номера на бум, да, там 154, 386. Вот человек менее уверенный на месте Смирнова бы сказал, Щербаков, что ты ерунду говоришь? Конечно нет, я не это писал, я же номера писал, в смысле, чтобы потом на сцене выступать, номера я писал, неужели это непонятно, да? И в таком случае он бы сам ставил себе палки в колеса и норовил бы с велосипеда упасть, в конце концов. А в данном случае что делает Смирнов? Обратите внимание, он развивает эту шутку. Да, номера писал, действительно, ну вот так и писал их, представляешь, 486 написал, потом 35, потом зачеркиваю, не нравится, другие решил написать. То есть, он развивает шутку, которая летит в его адрес, тем самым превращает в еще большего союзника, того, кто эту шутку сказал. Он принимает эту шутку не из позиции «я хороший, ты плохой», а из позиции «я хороший, и ты хороший, и шутки у тебя хорошие, и давай-ка посмотрим, что мы можем из них сделать». Это такой подход к жизни, который можно назвать как «утилизируй все», то есть, каждый знак, с которым вы встречаетесь, вы его используете в свою пользу. Вы думаете, как вы можете его вписать, вы как вода обволакиваете все вокруг. Если вы видите перед собою поле большое и там ветра дует, то вы строите там мельницу. Если перед вами река и там бурные реки, то вы строите там гидроэлектростанцию. Вот этот подход использования потенциала, который заложен в конфигурации территории. Это важно, потому что Щербаков здесь пошутил, эта шутка отражает эту энергию, которая ищет в нем выхода. И что делает Смирнов? Он эту шутку утилизирует, то есть, он использует ее. Утилизировать – это значит использовать с пользой, можно сказать здесь преобразовать энергию. Утилизация – это не выбросить, это преобразование энергии. И чтобы лучше запомнить, вот имейте в виду, что, например, человек покупает коммерческую недвижимость в конкурентоспособном месте, особенно, когда рынок упал за доступные средства, которые у него есть, например, в наличии. И он потом сдает эту коммерческую недвижимость в аренду, например, под салоны красоты. То есть, он использует энергию, да, в данном случае, эту недвижимость, а земли в городе больше не становится, в конце концов. И все-таки экономически мы процветаем, плавно и продолжаем развиваться. И поэтому салон красоты может здесь обосноваться, либо какая-нибудь точка общественного питания. И в данном случае владелец этой коммерческой недвижимости, арендодатель, он использует потенциал, который заложен в территории. Эти потоки людей, которые ходят, либо он может сам на базе своей коммерческой недвижимости бизнес там какой-то строить. То есть, вот такой подход, когда вы везде ищите не проблемы, а возможности. Помните об этом? Какие возможности сейчас вокруг вас? И будучи здесь заботливым родителем, который поддерживает желание Щербакова здесь шутить и проявлять инициативу, смотрите, какие условия для Щербакова Смирнов создает. Он здесь прямо расцветает, он шутит, ему нравится, он шутит позитивно, он чувствует себя нужным, свет софитов на нем, и вот он продолжает развивать эту шутку. Рядом же сидят инженеры, а я показываю, как я цифры считать умею, и он получает тем самым одобрение Смирнова. Вот здесь Смирнов как солнышко, которое освещает темноту, и каждый цветочек тянется к этому солнцу. Вот такая метафора, имейте в виду, выходите вы на сцену, или вы руководитель, вы собрания проводите, общаетесь с вашей командой. Вот такая энергия, она может быть полезной, особенно в долгосрочной перспективе. 429! Короче, я... В каждом же купе урна. Когда Смирнова перебивает, здесь Нурлан, обратите внимание, Смирнов сразу замолкает, дает возможность Нурлану договорить, если кто-то начнет шутить, пусть шутит, и только тогда, когда тишина воцарится в этом пространстве, он продолжает говорить. Поэтому, имейте в виду, так и следует поступать, если вас перебивают. Вот вы, например, что-то говорите, простейший пример, 1, 2, 3. Альберт, скажите, вот здесь вы сказали, ага, да, слушаю вас, что вы говорите. Смотрите, здесь вот в чем дело, 5, 6, 8. И продолжаем, 4, 5, 6. То есть, если вас перебивают, вы замолкнете, дайте подтверждение человеку, что вы его слышите, разберитесь, что там за вопрос, и плавно, и тогда давайте продолжать, рулите происходящим, продолжая говорить то, что вы считаете нужно говорить, уже учитывая эту обратную связь от внешнего мира. Когда Нурлан и Алексей Щербаков начинают друг друга изображать и друг над другом шутить, и комики сейчас присоединятся, что делает Смирнов? Он не мешает им это делать. Помните, великое правило, дайте пространство для дыхания, для другого человека, чтобы не заставлять его вам сопротивляться. Но есть у них это желание, есть у них эта энергия, пусть. Он лишь смеется и дает им возможность чувствовать себя в порядке, что они это делают. Он им разрешает здесь дурачиться. Как заботливый, внимательный родитель разрешает малышам в комнате играть в свои игры, и он не вмешивается в их игры. И пусть играют, как и здесь. Малыши-комики играют друг с другом, и Смирнов не мешает им это делать. Ведь зачастую малыши резвятся в комнате, именно потому, что родители на них смотрят, они таким образом пытаются показать ему, кто из них резвее, умнее, шустрее, веселее. Как будто бы здесь комики соревнуются друг с другом в том, кто из них лучше пошутит и большее одобрение от Смирнова получит. И все здесь выглядит по-доброму и мило. То есть, никакой вражды здесь мы не наблюдаем. Милое взаимодействие малышей в комнате, чтобы показать папе или маме, смотри, как мы классно умеем играть, как ты думаешь, у кого лучше получается. Да у вас у всех хорошо получается, вы все большие молодцы. Леша, вы в купе. Короче, я в купе и слышу, идет человек. Малыши нарезвились, напряжение свое сняли, нашутились вдоволь. Смирнов им не мешал это делать, он просто спокойно разрешал им это продолжать делать. И вот они нашутились вдоволь и все уже закончили. И Нурлан, Леша, ну давай продолжай дальше свою историю. Да, продолжаем. Короче, вот в чем дело. Смотрите, не вторгаться, не мешать, не пытаться силой поменять ход вещей, а просто спокойно позволять происходить тому, что происходит и слегка, аккуратно, без напряжения, поруливая. О нет! Я спиздел, не поезд это был. Я ехал в машине. Снова этот ход, где Алексей развивает шутку, которую проговаривает другой, то есть он не обижается, что его перебивают, а развивает эту шутку, дает ей пространство для дыхания. С тобой, говорит, давай. Сижу я, говорит. Он того присутствует, давай, типа, чего, Серега? Не, не, мы... Да давай, разреши его. Хочешь, до тебя доебуешь. Это очень важно, не игнорировать происходящее, потому что было бы гораздо хуже, и Смирнов это понимает прекрасно, и это не было бы естественным для него. Если бы он проигнорировал эти слова Сергея, не уделил бы им должного внимания и просто бы продолжал говорить. Конечно, в ходе своего выступления здесь, боковым зрением, как минимум, он сечет поляну и наблюдает, как более и более неловко и сжато сжимается в ежика, в колючий клубок. Немного обиженный, может быть, Сергей здесь. И поэтому он вытаскивает его. Давай, Сергей, в чем дело? Что говоришь? Повтори, пожалуйста. Я не услышал, мне очень интересно. Скажи, пожалуйста. То есть уделять внимание здесь, равномерно распределяя энергию, чтобы не позволять кому бы то ни было чувствовать себя некомфортно, когда вы работаете с аудиторией. Дать поглаживание, уделить внимание, немножечко так пингануть своим стимулом. Ну как ты? Рассказывайте, все в порядке. Ну что, готовы продолжать? Да, и таким образом и человек этот вас прянет, и вся аудитория в целом почувствует в вас эту заботу, что вы не позволяете кому бы то ни было здесь страдать. Такой важный ход от всего сердца, который производить, может быть полезно. Да пора, Боже, ты сидишь. Пошел ты нахуй. От души. Пошел ты нахуй. Иди ты нахуй. Пошел ты нахуй. Иди нахуй. Пошел ты нахуй. Иди нахуй. Приедь ко мне еще в стендап-клуб. Здесь Смирнов не обижается на Сергея. Он дает возможность Сергею хотя бы через эти оскорбления найти выход своему напряжению. И он это все, значит, в качестве рамки этих оскорблений он проговаривает шутку здесь, но очень любя и без наездов здесь. То есть он крючок здесь не слопал. Приедь ко мне еще в стендап-клуб. Я тебя не пущу. Но самое главное, что между строк он одаривает своим вниманием и поглаживаниями Сергея, наблюдая, что Сергею, судя по всему, сейчас не очень комфортно. И вот Смирнов это чувствует. И Сергея своим вниманием и поглаживаниями одаривает. И даже если Сергей, он продолжает, будучи колючим ежиком, коготь, то Алексей Смирнов на это дело не обижается. И одаривает заботой. Это важная тема. Не клевать на крючки, не обижаться. И как бы человек другой не старался заставить вас его ненавидеть, вы все равно выбираете видеть его человеком, у которого все в порядке. И даже если у другого человека другая точка зрения, это не повод считать другого человека плохим. И это точка роста для многих из нас. Да приедут. Это же я специально для шоу. Отлично. С вами сфотографироваться. Извини, я... Я чуть не умер, прости. Красноречивый значок, который показывает нам, что Сергею, судя по всему, в пространстве этой передачи не очень комфортно. И, может быть, он находится в поисках вывода и решения, чтобы уже перестать здесь сниматься. То есть, как бы бессознательно он принял решение уже здесь не сниматься и выходить из передачи. Но пока еще ищет повод отсюда уйти. Смотрите, как он обиделся на Тамби, что Тамби его перебил своим кашлем. Но потом, вспомнив, что к чему, и все-таки Тамби свой товарищ, и мы находимся в передаче сейчас, а не в воспоминаниях. А в записи этой передачи он начал улыбаться, как бы, а, все в порядке, в конце концов, чего это я по накатанной обижаться начинаю. То есть, можно здесь увидеть следующее. Бессознательная Сергея давно приняла решение перестать здесь сниматься. Но немножко привык это делать. Ведь получение купонов и выигрышей от записи здесь никто не отменял. И позитивное подкрепление, соответствующее в виде, ну, оплаты, популярности и прочее, внимания к себе. И привычка. И здесь очень важно найти себе повод сознательно отсюда уйти. И вот он, видимо, недавно его нашел, может быть. И вот ряд нескольких передач записывает в компании с ребятами. А скоро, может быть, это делать перестанет. Но ничего страшного, наилучшим образом всегда помните постоянство иллюзорно, изменения реальны. И не следует пребывать в иллюзии, что весь состав останется таким навсегда. И Сергея ждут интересные, прекрасные проекты. А может быть, и наоборот, после нескольких передач он поймет, как интересно ему здесь быть частью этой команды, этого коллектива и продолжит запись здесь. Но вот это микродвижение здесь, как он начал обижаться, не смог продолжать дальше говорить, а потом себя реабилитировав улыбкой, что, а, все в порядке, извините, оно красноречивое, малое микродвижение, наблюдать которое крайне важно. Извини, я чуть не умер, прости. Еще важный момент. Если в прошлых выпусках мы могли наблюдать амортизирующую функцию Тамби и Рустама, которые, наблюдая, что Сергею некомфортно, они его вытаскивали из его негативного эмоционального состояния, то здесь можно наблюдать некое игнорирование ими Сергея, и они не уделяют такое внимание ему, как это было раньше. Может, тому есть причина, может быть, они просто-напросто устали его тащить у себя на спине, можно метафорично здесь представить, то здесь некое пренебрежение и игнор можно видеть в их исполнении, что ранее наблюдать не приходилось. Это как гипотеза. То есть, тоже знак того, что есть некое напряжение участников здесь. Может быть, в результате того, что каждый из них понимает, что это крайняя запись Сергеем в качестве участника, либо предкрайняя. В общем, в любом случае, даже если это не так, это такая интрига, которая больше приковывает внимание к выпускам у зрителей. просто невероятно. Скажите, комедий-клаб не смотрю, хуйня ебаная, я считаю, дерьмо. Вот так сказал этот мужик. Здесь Смирнов выбирает не клевать на этот крючок, который пробрасывает ему Сергей, когда он демонстрирует свое отношение к этому комедий-клабу. И еще, смотрите, важный момент здесь. Слова это звуковые волны, которые сами по себе являются нейтральными. Только вы выбираете, как интерпретировать то, что вам говорят другие. вы свободны в своем выборе. И вы же помните, обидеть можно только того, кто обижаться рад. А кто обижаться рад, тот всегда повод быть обиженным найдет. И вот Алексей Смирнов здесь выбирает не обижаться, не отвечать крючками на крючок, а он спокойно здесь смеется, улыбается и думает, ладно, у Сергея, видимо, не самая светлая, может быть, полоса его жизни. Чего он так тут лютует на ровном месте со своими оскорблениями. И пусть. И сейчас обратите внимание, как и комики будут вынуждать себя смеяться над этой концовкой, которую проговорит Сергей. Видимо, им самим уже неловко за поведение своего коллеги. красноречивый очень стоп-кадр. Попробуйте посмотреть на несколько мгновений на выражение лица каждого из участников здесь и прислушаться к вашим ощущениям, что вы чувствуете сейчас. И подумайте, это тоже интересно поразмышлять на эту тему. Как вы думаете, а что в этот момент чувствует каждый из них? Где он находится сейчас? Здесь или где-то там далеко в своих переживаниях и воспоминаниях? Он видит, что происходит здесь, ему нравится, он получает удовольствие от происходящего, или он где-то там. Смотрит на это, ему даже тяжеловато это наблюдать в связи с каким-то прошлым за плечами. Вот важно очень отмечать, а где находится человек сейчас? Здесь или где-то там? И если там, то где? Вот так. Да нет, наверное, сюда. Блин, где-то там? Использование реквизитов всегда кстати. Имейте ввиду, если вы готовитесь к вашему выступлению, подумайте, какой реквизит вы можете использовать. Реквизит помогает совершать дрессировку. Вы показываете реквизит, фиксируете внимание участников на него, им становится интересно, некое желание, интригу они начинают чувствовать, им сложно оторвать свой взгляд от вашего реквизита, и пока они изучают ваш реквизит, вы сеете косвенные внушения. То есть имейте ввиду, как правило, именно для этого реквизит и используется, чтобы зафиксировать на себе сознательное вашего собеседника, и тем временем, пока сознательное его зафиксировано на исследовании вашего реквизита, вы вкладываете все, что угодно уже в бреши в его доспехов. Имейте ввиду. В общем, реквизит это часть ваших доспехов, часть тучи вашей, как дракона, на которой вы сами можете опираться, чувствуя себя еще более уверенно, зная, что вы его подготовили, и сделать ваше выступление еще более интересным. Реквизит всегда кстати. Есть возможность его использовать, используйте. Разве не они? Вот. Он был уверен, что мы едем втроем. Интересная история, которую рассказывает здесь Смирнов, которая прекрасно иллюстрирует, что значит, что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. И, как правило, вся его жизнь ограничена сценарием его жизни, который еще даже не он написал зачастую, а был написан им и для него, его родителями и окружением, в том числе, в особенности в первые годы его жизни. И в дальнейшем стереотипизацию никто не отменял, и мышление, и поведение человека в шаблонах тоже. И здесь обыватель, который хотел сфотографироваться со Смирновым, он подумал, что раз Смирнов и еще два человека едут здесь в этом купе и втроем сидят, то значит, те двое других это участники трио, в котором выступает Смирнов. То есть, человек является заложником шаблонов своего восприятия. И самое коварное здесь, что он их, как правило, не осознает. Человек искренен в том, что считает, что то, что он видит сквозь свои очки, замутневшие, запотевшие, это правда и так и есть на самом деле. Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. Мой уважаемый зритель, помните об этом, и здесь главное, какие ваши представления. И помните еще такую тему, что в чем бы человек не был уверен, он всегда найдет этому подтверждение и окажется прав. Чтобы не думал ваш думающий, можно представить ваш головной мозг в виде двух половиночек, да, метафорично. Одна половиночка это ваш думающий, а вторая ваш доказывающий. Чтобы не думал ваш думающий, ваш доказывающий докажет. Если человек уверен, например, что деньги не заработать, у него ничего не получится, или все бабы дуры, или все мужики козлы, да, неважно, в чем бы человек не был уверен, он подчинит свою жизнь необходимости собирать, лекционировать, коллекционировать подтверждение тому, в чем он уверен. Поэтому тема заключается в том, в чем вы выбираете быть уверенными. Вот интересная история, которую здесь поведал нам Алексей Смирнов, которая в то же время является иллюстрацией этой идеи, что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. И просто эти два козлят, а я типа ну ладно. Я же вас очень сильно люблю на самом деле. Спасибо большое. Всех отлично. И вы мне и много помогали, и по стендап-клубу, и приезжали. Совершенно искренно это звучит. Было бы странно, если бы такие слова говорил бы кто-нибудь другой на его месте, но когда Алексей Смирнов об этом говорит, ему хочется верить. И кроме того, он не только заготовил реквизит здесь, который дополняет его историю, но и еще заготовил подарки для малышей, которые, конечно, малышам будет очень приятно получить. То есть, очень важно не только то, с какой эмоцией вы начинаете ваше выступление, взаимодействуя с аудиторией, но еще очень важно, какую эмоцию вы поддерживаете у аудитории, взаимодействуя с ней, и с какой эмоцией вы с аудиторией прощаетесь, какое послевкусие останется у аудитории после взаимодействия с вами. И, конечно, здесь какие-то подарочки, какой-то розыгрыш, лотерея. Ну, в общем, что-то такое приятное, что позволяет человеку окунуться в это ощущение, в это ожидание праздника и радости. Это может быть тоже полезным, имейте в виду. У меня для вас подарки для всех. Вау! Уважаемые зрители, я приглашаю вас плавно завершать изучение этого материала. Много гипотез прозвучало выше, и я верю, что если хотя бы одна из них будет для вас по-настоящему полезной, особенно в долгосрочной перспективе, это будет для меня большой победой. Благодарю вас за внимание. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно и действовать точно. Вот что развивать в себе может быть полезным. Смело пишите мне вашу обратную связь, что было для вас самым полезным в изучении этого материала. Ваша обратная связь вдохновляет меня продолжать и дальше создавать такие материалы, и я благодарю вас, что вы щедро делитесь со мною вашими открытиями. Мне очень приятно. До скорых встреч, мой уважаемый зритель. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok